Кировск Продолжение следует... Продолжение следует... А кто строил-то? В основном спецпереселенцы и строили весь город, построили фабрику. Можете себе представить, в 30-м году начали, а в 32-м году за два года было построено кинотеатр «Большевик», больница, баня была построена, школа была построена, сколько каменных домов были построены за каких-то вот это время. А самое главное, оно в два было построено. Уже в первый же, в 31-м году, первая была построена. Можете себе представить, каких они... Работали, конечно, много часов и работали очень... Дело в том, что люди, спецпереселенцы, они вот именно кулаки. Это... Не зря же их на кулаками звали. Это кулак такой мощный. Они привыкли работать. И по-другому работать они не могли. Шаляя-валяя, они не могли работать. Они вкалывали, как привыкли работать, так они и работали. Поэтому их и раскулачивали. Нужны были именно люди, которые могли работать и хотели работать, а не какие-то там. Нет, наверное, такого земледельца в нашей стране, который не знал бы и не ценил продукцию заполярного комбината Апатит. Комбинат Апатит – это и рудники в горах, и заводы, фабрики, где из руды создают апатитовый концентрат – богатое сырье для производства минеральных удобрений. Здесь из этой пены рождается концентрат – тысячи, миллионы тонн минеральных удобрений. Это было немного. Потом Киров сюда приехал. Если бы были там в музее на 25-м, там домик есть такой. Он, конечно, не такой был совсем, но бог с ним, это уже не столь важно. И Киров всех собрал и сказал, что нужно срочно строить фабрику, чтобы на месте перерабатывать. И все. И сюда и пошли, вот и шилоны. Кстати, Киров в этом очень сильно поучаствовал. Это уже не Сталин, а Киров. Переселенцы – это Кировы. Киров. Какие крыши? Ну, тут окружаются. Лагерь был, были дома построены, типа как землянок. Часть дома находилась в земле, и люди там работали. Они строили железную дорогу, кстати. Вот эта стройка называлась 509-я. Железную дорогу строили. Только заключенные, больше никто, 509-я. Железные дороги, дороги Титан-Иокань-Га. Эта дорога потом не понадобилась. Там урановые руды добывали у нас тут. Это отдельный разговор, совсем не то. К этому никакого отношения не имеет. Остаток от лагеря. Да, это вот. Такие вот решетки даже были. Представляете, окно какое было? К остатке от лагеря. Как он мог убежать? Видите? Сколько лет этому окну уже. И вот, представляете, попробуем уйти оттуда. Решающее, чему все обязано, это наша коммунистическая партия. Вы должны знать, что от счастья человечества, от счастья угнетенных, мечтал и болел не только Марк, Эндельс, Ленин. Нет, задолго до них были люди лучшие из умов тогдашнего человечества, которые взащалотно приносили себя в жертву для того, чтобы освободить, избавить от эксплуатации гнета угнетенных. У них ничего из этого дела не выходило. Только потому, что не было у них в руках того величайшего оружия, которое называется марктизмом и ленинизмом, этой науке мы обязаны всем в основном и решать. Дедушка с бабушкой, мама, три сестры и два брата ночью постучали в дверь, зашли, компания, не говоря ничего, выгнали из дома, в чем были. Погрузили на подводы и повезли. Куда? Зачем? Сразу же их на работу всех погнали, сразу. Сразу пошли. Все работали. Вот с 13-го ходили пешком на 25-й. Транспорта не было. Ходили пешком. Вот на руднике. Вот апатит строй. Стали умирать люди от холода, от голода. В снегу. Другой раз, говорят, нам даже шалманов было не выйти. Все в снегу было. Все строили. Все это переселенцы строили. Только потом, теперь говорят, комсомольцы строили. Может быть, какая-то была, но в основном переселенцы. Видимо, человек все может пережить. Но не каждый. Много умирало, конечно. Приехали. Ведь ничего не было. Люди из вагонов высаживались из товарника в снег. Ничего, даже шалашей не было. Ничего не было. Люди с детьми приезжали. Тогда очень много детей погибло. И людей тоже. Потом начали строить палатки. Шалманы. А что такое шалманы? Это из досок сделано. И толью закрыто, забито. Как крыша у меня накрыта. Так же только весь дом был. Обит вот этой толью. Там было холодно. Печка. В этом шалмане жили по 10, по 20 семей. Народу много жили. А печка одна. Мама рассказывала, что просыпаешься утром, а волосы при скамейке, на котором спят, к нарам, прилипли. И вот горячей водой полебали, чтобы отцепить волосы. Головы не поднять, потому что примерзли. Волосы примерзли к настилу девянному. Сталин хороший. Если бы он не вел себя так, как вел, он бы не построил это общество. Государство наше. В то время, я думаю, что это все. А иначе по-другому было не построить индустриальную страну. Ее по-другому нельзя было построить. Страна бедная. Ты представляешь? До войны. В основном-то переселенцы были сельские. В основном. Они же не из городов были. С сел, с деревень. И которые трудились. Вот они. Они сюда таких людей только брали. Они, которые не трудились, они таких людей не высылали. Такие люди мне нужны были. Но вот Киров непосредственно подписывал, участвовал. Все, что переселенцы, которые переселили сюда, это под именем Кирова. Кирова. Вот лестница, по которой мы поднимаемся к кресту. Довольно-то крутая. И пожилым нам уже в возрасте подниматься все сложнее и сложнее. Но все равно до прошлого года мы все равно поднимали с 30 октября. И чтобы все видели. И помнили. Вот до сих пор никак мы не можем пробить памятник спецпереселенцам. Камень заложен, а памятник до сих пор не можем поставить. После ковида все-таки дыхание сказывается. Раньше поднималось без остановки. А теперь приходится. Дух, уже отдохнем. Вот, мы уже поднялись. Здесь и отдохнем. Памятник не хотят устанавливать в городе. Мы решили нам хотя бы, хотя бы вот такую стелу здесь установить. Павел Никитович Ковалевский. У меня не будет. Но настанет день, когда о нас, дружениках невинных, вспомнят и будут жалеть нас. Ну, действительно, мы жалеем, вспоминаем мы их, не забываем. Мы всегда приходим, каждый год мы приходим 30 октября, поднимаемся на эту гору. В любую погоду. Свечки у всех со свечами горящими. Так что, и то это с таким трудом сохраняет. Раньше нам давали автобусы. Большой автобус привозил нас. А сейчас... Нет. Сейчас уже все. Ну, за нас платили раньше, а сейчас, видите, какие вот, неизвестно. Оставят нам эту комнату, не оставят нам эту комнату, нам это помещение. Конечно, нам очень жалко его, это самое, где-то дадут в роднике, где там, это самое, инвалиды, дети войны, и маленькую комнатку там. А у нас же вели, сделали, сколько всяких все-таки архивы, экспонаты. Ну, потому что... Платить за помещение надо? А он не написал вовремя заявку, не подал. А наш бывший председатель, который уехал. И поэтому мы в висячем состоянии. Сейчас вот нас хотят к роднику, а помещение оставят это за нами или нет, мы не знаем. Желательно бы, конечно, чтобы оставили. Поэтому мы не знаем, оставят это помещение. Вот написано, кто построил Кеменогорск? Комсомольцы. Да, вот и комсомольцы, да. Вот, да вы что. Ну, они-то получали, наверное, тоже это. Ну, мы так не получали ничего, нам поэтому объявлять нечего было. Мы как бы это сами по себе. Совершенно нас не касается. Совершенно не касается. Они сами по себе живут, мы сами по себе. Нет, у нас же там на камне, кстати говоря, написано же в спецпередице репрессированном. Там есть слой просто. И, кстати говоря, вот как раз заключается в том, что нам не их, мы так думаем, из-за этого слова репрессированных нам не ставят памятник. Никто не сказал, но мы подозреваем, что это так. Кто будет нам говорить прямую? Когда это было, чтобы говорили напрямую? Должны были установить еще стелу погибшему, это здесь, это сам Финнам, потому что здесь очень много было же из финской национальности. И уже привезли стелу устанавливать и нам запретили. До сих пор она не установлена. Финны на свои собережения сделали стелу, все-все привезли, это камень, это все вроде как нету земельного отвода, вот только плита лежит, на которой должна была быть стелу, установлена. Подготовленная для установки, но так до сих пор ничего нет. Финны здесь были, а мы маленькие были, а они у нас вот строили. И в магазин нельзя было заходить, ни в коем случае, поэтому они строили, вот эти академии построили, и два дома жилых еще построили. Это заключенные финны, но их как бы, я не помню, чтобы их так сильно охраняли, они нас просили сбегать в магазин, давали нам деньги и детей просили, чтобы мы могли купить. Мама меня ругала, говорит, Наташа, ты больше этого не делай, это немцы. А я думала, что это немцы вначале. А это финны, они в гражданской одежде почти все были, мало кто там, но одеты были хорошо, кстати, финны. А их отсюда, здесь было их много финнов. Вот они строились, они не заключенные, а пленные. стали Кировс бомбить в 42-м году. Тут было, быстро эвакуировали всех, у кого дети особенно были. Садики, так вообще эвакуировали, даже и родители не знали, срочно увозили, а потом родители искали. Конечно, можно было, может, и отказаться, мы потом говорили, но папа очень обижался, очень сердился, когда их ущемляли. Вот приходил, когда была получка там или аванс, он приходил такой злой, мама говорит, ну что, Витя, ну чего ты, ну вот как, мы работаем одинаково, а с нас высчитывают 25 процентов. Ну как не обидно. И он конечно заглупил и сказал, поедем хоть куда. Надоело это ущемление и унижение. Ну и поехали. Сразу, сразу сказали, все, поселили нас в клуб водников, большой клуб, и мы там жили пока, отгородили там все там семейки, отгородили и жили пока не строили землянки. А вы, эти отцы, дети, стройте землянки. И вот они построили, нас поселили и их всех сразу на фронт. И папа сразу оказался в 42-м году в эту Сталинградскую битву. И конечно он там пропал, погиб. А наши отсюда все время письма писали. они жили здесь прекрасно. Они держали коз, они сажали огороды, вот здесь у нас были огороды, картошки было навалом. Все время писали приезжайте, приезжайте. нам не на что было ехать. Пока вот мама заработала там, ехали три недели мы с Казахстана. И вот приехали сюда дедушка, дедушек, бабушке. И тут конечно тут и молоко, тут и яйца, тут и мясо. все, тут мы уже стали. Правда, очень бедно жили пока. Ну, мама одна работала убойщица, потом приехала после войны. Мало зарабатывала, бедно жили. Ну, ничего, выжили. Срывался салют крестьянский сотчих мест, храня в душе оборванные корни. Их молча принял в молчан тундре лес. Руду за пазухой держали горы. Бески белили в юге и года, чернили лица дым и гар завода. Но в душах испарялись холода. И даже убиенная природа когда над севером носился вихрь НКВДшно-сталинского страха, благословляла своей смертью их на жизнь, где жить нельзя, на свет средь мрака. и в тундре как среди родных полей. В полярной мгле горько и безответно любовь к невольно брошенной земле слилась с любовью к детищу советов. Тепло суровой северной души, что позже стало притчей во языцах, росло в барачной скученной глуши, в литье брони, что задавило фрицев. их кровною привычкою любить ту землю, где живешь, страдаешь, пашешь, обрел мой город жизнь и ладный вид. Пускай в тени НКВДшных башен.